Здравствуйте, уважаемые родители и слушатели! Сегодня поговорим об умениях и навыках в один год. В этом возрасте дети активно развиваются не только в физическом, но и в умственном плане. И поэтому этот активный самостоятельный малыш активно прознает ваше пространство. В этом возрасте дети хорошо начинают владеть своим телом и приобретают навык самостоятельной ходьбы. Допускается, что малыш самостоятельно может сделать 2-3 шишка, а также может уже и пройти некоторые расстояния. Он может переносить предметы, поднимать предметы и переносить, удерживать предметы крупные всей ладонью, мелкие двумя пальчиками. Кроме того, формируется навык речи. В пассивной речи 30-40 слов, то есть он повнимает обращение «дай», «на», «покажи», «нельзя», «дай мне». Он понимает имена близких, папа, мама, баба, дядя. Он показывает части тела, глазки, носик, ротик, ушки. Он активно ориентируется в картинках, то есть может показать по просьбе животных, может подать по просьбе взрослого игрушки. Он смотрит в глаза, пользуется указательным жестом, то есть пальчиком показывает то, что ему просят показать на картинке. Но и он активно показывает свои эмоции, то есть если что-то не нравится, он выражает негативизм. Если рядом плачет ребенок, он будет также плакать, как и рядом стоящий малыш. В этом возрасте формируется и активная речь. В активной речи до 10 слов это могут быть отдельные слова «мама», «папа», «баба», «ляля». Также он может говорить «ап», «ап», «мяу», то есть подражать животным и выполнять и произносить просьбы «дай» или «на». В навыках появляется и уже хорошо свой навык пользоваться кружечкой, то есть удерживает кружечку. Удерживает ребенок ложечку в этом возрасте и может даже попроситься на горшочек. Он пробует все, что пробует взрослый, пытается повторять за взрослым и обладает достаточной любознательностью. То есть что спрятано от него, он обязательно быстро находит за вами. Это такой навык любознательности и игры, который формирует дальнейшее развитие ребенка. Когда же нужно насторожиться? Что же должно насторожить вас в плане развития и обращения к неврологу? Если ребенок в этом возрасте еще самостоятельно не ходит, обязательно нужно показаться специалисту. Если у него есть какая-то асимметрия при ходьбе, то есть вы наверняка знаете, что некоторые детки ходят на носочек, к примеру, или может быть приволакивать ножку за собой или ступать на внутренний край стопы, или вы видите любую легкую асимметрию при ходьбе, нужно показаться специалисту. Кроме того, если ребеночек еще не говорит или не понимает вас, это может быть проблема со слухом, поэтому тоже показаться неврологу, а может быть и сурдологу. Далее проблемы могут быть и в понимании речи, то есть не понимает речь, не любознательный, не пользуется жестами, выполняет стереотипные движения, нет интереса к определенным игрушкам, не приносит по просьбе взрослого предмета. Это могут быть признаки задержки психоречивого развития. Некоторые детки также испытывают проблемы и в коммуникации, то есть не идут на контакт, не откликаются на имя, нет указательных жестов, не знают своего имени, не интересуются другими детьми, не интересуются игрушками, нет какой-либо любознательности, производят стереотипные движения. Эти дети тоже нуждаются в осмотре невролога, потому что могут быть угрожаемы по такому распространенному заболеванию сейчас, как аутизм. В любом случае, в год вы проходите комплексную комиссию, и вас смотрят следующие специалисты. Врач-невролог, врач-ортопед, врач-хирур, врач-стоматолог, вор, вас смотрит педиатр, и врач-окулис смотрит глазное дно. И в год делается комиссия ребеночку по состоянию его здоровья. Поэтому еще раз напоминаю, если ваш ребенок приближается к этому возрасту, не забудьте посетить врача. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok